Я постарался показать тебе. Наверное, я бы мог тоже объяснить, но когда ты смотришь истории спорта, тебе предстоит еще одна. Если кому-то не нравится, можно сразу встать и уйти. Про выход. Все помним, что есть дверь с точки зрения выход. Еще раз говорю, интересно работать с теми, кому интересно. Помнишь, я о чем с тобой договаривался? Даже если тебе эта интерпретация, моя, не совпадает с тем, как думаешь ты, позволь ей в тебе пожить. Ведь ты уже инвестировал свое время, ты инвестировал сюда свою жизнь. Кто-нибудь, пожалуйста, из наших организаторов, покажите мне, что осталось у нас там 10 или 15 минут, чтобы я мог ориентироваться. Мы должны закончить во сколько? Сейчас 11.29, правильно? То есть полдвенадцатого, полперого часа. А у нас здесь полтора часа. Прекрасно. Что ты выбираешь? Это важный момент. И мы сегодня сейчас попробуем на эти темы вновь проговорить. Мы узнали историю ценностей. Напомню. Твой мир, твое восприятие начинается с встречи с реальностью. Ты встречаешься с реальностью. Это же твоя жизнь. Каждый день накладывает отпечаток на тебе, даже если ты не знаешь. Встреча с реальностью формирует твои интерпретации. Мазки, краски на очках твоей жизни. Интерпретации. Начинаешь смотреть на мир и начинаешь верить в то, что ты видишь. Если ты веришь в то, что ты видишь, у тебя появляются убеждения. Это значит, что восприятие твоего мира искажено, основанное на твоем опыте проживания. Убеждение дальше встречается с ценностями. Ценности то, что заложено в тебе семьей, то, что заложено в тебе природой, культурой, твоего этноса, твоей маленькой группы, где ты живешь. И снова реальность. И когда ты снова встречаешься с реальностью, либо ты осознаешь свои ценности, и ты ведешь себя соответствующим образом, потому что вера и убеждение и ценности формируют образ мышления. Образ мышления вызывает в тебе эмоции и действия. Айсберг у тебя поведение. То есть то, что ты, как ты себя ведешь, это следствие твоих ценностей. Очень просто. Все, что ты делаешь, это твои ценности. Ценности – это компас. То, что для тебя важно. Важно – это значит выбор. Выбор проявляется в действиях. Ценности – это ты. Все, что у тебя есть, какой ты – это твои ценности. Но иногда нам хочется чего-то большего. Кто хочет зарабатывать в 10 раз больше? Прекрасно. Кто хочет иметь 10 инвестиционных квартир? А лучше 100. Но не всегда наши желания делают то, что мы делали, подвергают нас к действиям. Все, чего у тебя сейчас нет – это тоже твои ценности. Это значит, что то, что ты хочешь, не так для тебя важно. Потому что если для тебя это важно, ты начинаешь действовать. Это самое главное. Я расскажу тебе про формулу изменений. Формула изменений – очень простая вещь, которая показывает, что для тебя важно, что не важно. Если ты не знаешь, чего ты хочешь, твои желания так и останутся на уровне «хочу». Я никогда не пойму, что мне нужно делать дальше. Каким мне стать? Каким мне быть? А еще важно, что когда ты чего-то хочешь, ты должен испытывать такую недовлетворенность текущей ситуации, что ты не можешь не делать. Если ты этого не испытываешь, значит, это просто хотелка, которая тебе не важна. Если ты не видишь в деталях свою цель, такой, которая представляется тебе максимально точной, вплоть до пуговиц на пиджаке костюма, значит, это тоже просто твоя хотелка. И если ты не знаешь, что нужно делать для того, чтобы эту цель достичь, не прописал план, не сформировал задачи, не начал их регулярно выполнять, то это тоже просто лишь твоя хотелка. По большому счету, это твоя выгода от того, чтобы ничего не менялось, чтобы ты оставался, продолжал оставаться в зоне комфорта. И это очень классно. Для всех она разная. Помнишь, я тебе говорил про эту черту? Удовольствие от жизни и уровень твоего влияния. Где ты? Нельзя быть трудоспособным и наслаждаться полностью жизнью. Здесь эта шкала, по которой ты передвигаешь из чужок своей жизни туда, куда тебе важно. Но есть еще одна важная вещь. Жизнь конечна. В последнее время я интересуюсь темой кризиса среднего возраста. Он у всех наступает в разное время. У кого-то в 30, в 40, в 50. У кого-то вообще не наступает. Инфантилизм. Но проблема заключается в другом. Кризис среднего возраста начинается тогда, когда твое сознание понимает, что ты неумолимо рано или поздно встретишься со смертью. И тогда ты должен задать себе вопрос. Я буду жить и ждать какого-то поезда? Или я начну что-то делать, чтобы достигать своих целей? И следующая наша часть посвящена именно целям. Кроме того, что ты, когда будешь в преклонном возрасте, сожалеть о том, что ты что-то не сделал. Знаете, наверное, есть такая фраза «переходим в стадию принятия». Кто слышал такое? Это модель, пятиступенчатая модель изменений, принятие управления изменениями, называется пятиступенчатая модель Кюблер-Росс. Она работала в клинике для больных людей, больных смертельно. И она изучала людей, когда они получали информацию о том, что они смертельно больны. И они проходили пять стадий принятия. Это агрессия, торг, несогласие, депрессия и принятие. И вот у всех эта кривая разная. Я хочу, чтобы ты точно знал, что принятие, оно необходимо. Но ты все время будешь проживать все остальные пять стадий. Потому что это объективно. Я хочу, чтобы ты видел свой путь и свою цель даже там, где этой пути, казалось бы, нет. Я хочу, чтобы ты был гибкий, потому что сегодня ставки растут, завтра они падают. Сегодня клиенты соглашаются, завтра нет. В конце концов, ты риэлтор. У нас 140 миллионов населения. У нас есть другие страны СНГ, езжай и зарабатывай. Иди открывай свою собственную франшизу этажей в другом городе, где ее нет. Я смотрел на сайте, есть города, в которых нет этажей. Ты можешь собрать свой чемодан и поехать. Вопрос заключается в том, что ты хочешь. Только действия твои определяют, что для тебя важно. Исключительно действия и цели. Есть такое понятие – хочу, надо и должен. В целом ты никому ничего не должен. Но у нас есть определенные стереотипы поведения. Так часто бывает, что я хочу, но не делаю. Мне нужно, но я не делаю. И я должен, но я не делаю. Но я могу выбирать делать. Так бывает, что я не хочу, но делаю. Не должен и делаю. И так далее, так далее, так далее. Так бывает, что я и не делаю, и не хочу. И не должен, и не делаю. Но самый важный, самый лидерский подход – это если мне надо, я делаю. Я выбираю делать. Я хочу, я выбираю хотеть, достигаю этих целей. Мне нужно, и я достигаю. Но самое главное здесь, опять же, слово «выбор». Самое главное слово, которое я хочу, чтобы ты с собой унес отсюда. Это слово «выбор». Ты выбираешь. Ты никому ничего не должен. И даже мы вчера обсуждали касательно детей и родных. Ты выбираешь быть любимым отцом или любимой матерью. Ты выбираешь заботиться о своих близких, потому что есть случаи, к сожалению, когда дети не общаются с родителями. Есть случаи, когда сестры не общаются с братьями. Есть случаи, когда дети не заботятся о родителей. Но мы выбираем, потому что нам это важно. И все очень просто. Вся твоя жизнь меряется простой шкалой. Важно и неважно. Все, что на шкале ниже важности. Читать книги, больше зарабатывать, начать саморазвитие. Если мы это не делаем, оно и остается там. Если мне важно выступать перед вами, неважно было, во сколько я вчера лег, и что тут творилось у нас вчера ночью. Но мне важно находиться среди вас. А я верю, что те, кто здесь, вам важно узнать что-то новое. И я постараюсь это делать, потому что вы выбираете узнать что-то новое. выбирать то, что действительно важно. Важно выбор и действие. Три простых слова, с которыми я хочу, чтобы ты ушел. Но вот вопрос, какая у меня цель? И могу ли я сделать так, чтобы, понимая свои ценности, эти цели достигать? Мы видели, что может быть, если твои ценности попираются. Но как сделать так, чтобы, опираясь на свои ценности, достигать целей? Вот что важно. Самый главный навык риэлтора – ставить цели. Но как мне сегодня сказал один мужчина из зала, можно поставить цель и лежать, смотреть на нее. И это тоже вариант. Возможно, она когда-то осуществится. Целеполагание, искусство, которому можно и нужно научиться. И оставшееся время мы с тобой проговорим по цели, потому что жизнь – это целенаправленное движение от одной цели к другой. Ты проснулся, попил чашечку кофе, пошел на работу, встретился с клиентами, получил сделку, не получил сделку, получил деньги, потратил деньги. Это постоянные цели, они фоновые, их очень много. Но ты точно должен знать, что этого хочешь. Если ты этого не хочешь, ничего не будет. Ты должен принимать свое решение. Решение достигать своих целей, если они у тебя есть. Но в жизни сотни решений. Где то самое важное? А то самое важное решение, когда ты чувствуешь, что все сплелось в одном месте, все переплетено в один узел. Ты понимаешь, что есть некие составляющие решения, по которым ты можешь узнать то самое важное, ту свою цель. Действительно ли она твоя? Ты чувствуешь напряжение. Ты чувствуешь, когда ты думаешь об этой цели, то тебя внутри напрягает, ты чувствуешь это напряжение. Ты чувствуешь, что мурашки по твоей коже, когда ты думаешь о результате. И это непросто. Ты чувствуешь, что там есть доля риска. И тебе от этого становится чуть-чуть страшно. Выбрасывается адреналин, и ты получаешь, что ты можешь и получить эту цель, а также и не получить. Ты понимаешь, что эта цель должна быть тебя заряжать эмоциями. Эмоция – это огромный ресурс энергии. Испытывая эмоции положительные или отрицательные, ты получаешь энергию. Откуда берешь энергию, когда у тебя ее нет? Ты думаешь о чем-то хорошем. Ты идешь к кому-то, кто хочет тебя обнять. Ты получаешь эту энергию. Но самое главное – это действительно делать. Каждый раз, каждыми маленькими шагами. Если ты будешь делать зарядку, это я себе в первую очередь говорю, через два месяца твое тело станет другим. Через полгода ты из себя не узнаешь. Если ты начнешь элементарно… Знаете, самый простой рецепт похудения? Меньше жрать, больше двигаться. И если ты начнешь следовать этому, то твое тело изменится. Ты будешь смотреть на себя и говорить, красотка! Проходящие люди рядом будут говорить то же самое. Стоит ли это того? И здесь вопрос, важно ли тебе это или нет. И если тебе нет, ты продолжаешь делать и первое, и не делать второе. Рецепт похудения мы знаем. Когда твоя цель поставлена, у тебя появляется желание действовать. Тебе хочется действовать так, что ты уже не можешь не действовать. Соответственно, давайте еще раз. Как можно узнать, что у тебя цель есть? Как можно почувствовать, что она у тебя такая, за которую ты готов идти до конца? Тебе страшно. Тебе вот страшно сделать первый шаг, потому что она вызывает эти эмоции. Тебе дискомфорт от того, что ты не делаешь. Ты вроде живешь, продолжаешь жить так же, но ты чувствуешь, что тебе нужно уже идти к своей цели. Это составляющие понимания, что твоя цель правильная. Ты четко видишь результат. Ты можешь определить туда, куда ты придешь. Ты можешь рассказать его мне. Ты можешь рассказать своему соседу. Ты фокусируешься на этом. Ты понимаешь, что появляется ясность. То есть реальность становится более прозрачной. Это как морозное зимнее утро, когда ты выходишь, и все прекрасно видно. Это импульс, который ты придаешь своей жизни, который ты включаешь и получаешь результат. Твоя цель дает тебе импульс жить. Мы знаем, что жизнь конечна. И как сказал в мастере Маргарита Воланд, человек смертен, причем внезапно. Никто не знает. Как сказал Хабиб, у нас у всех один конец. Но если ты достигал цели, твоя жизнь ярче, если тебе это важно. Но без плана ничего нельзя. Как говорил герой одного фильма, тупой карандаш лучше самой острой памяти. Тебе нужно записать свою цель. Тебе нужно составить план. Ты это делаешь каждый день. Ты берешь сделку, и ты уже знаешь, что тебе надо сделать раз, два, три, чтобы получить смс-ку в Сбербанк онлайн. Какая у тебя мечта всей своей жизни? Я тебе предлагаю одно интересное упражнение. Оно мне нравится больше всего. Подумай сейчас о том, что бы ты хотел больше всего. Вот никаких ограничений. Самая большая твоя мечта. Самое комфортное твое состояние. Вот идеальное состояние твоего будущего. Убери, пожалуйста, все, что у тебя есть в руках. Поставь на пол сумку, отложи телефон на соседнее кресло. Сейчас мы с тобой поиграем в одну игру. Тебе есть возможность заглянуть в свое будущее. Сегодня 15 сентября 2023 года. Представь, что у нас появилась машина времени, и тебя перенесли на 10 лет вперед. 15 сентября 2033 года. Все твои самые заветные мечты сбылись. Попробуй получить удовольствие от того, что ты сейчас увидишь. Представь, что сейчас на этом экране покажут твою жизнь, тебя. Сядь максимально удобно в своем кресле. Максимально расслаблено. Хочешь, можешь открыть глаза. Можешь прикрыть глаза и просто представлять. Итак, ты находишься в кинозале, где тебе показывают фильм о твоей жизни. Прошло 10 лет. 15 сентября 2033 год. Какой ты там? Какая ты там? Как ты выглядишь? Как ты живешь? Что с тобой происходит? Кто тебя окружает? Кто близкий твоей люди? Есть ли у тебя семья? С кем ты живешь? Может быть, эта милая собачка и есть твоя семья? Кто с тобой рядом? Какая она там, твоя жизнь? Как тебе в ней живется? Что ты чувствуешь? Какие эмоции ты испытываешь, видя себя через 10 лет? Ты там, это результат, принятый тобой решений сегодня. Это результат представленной твоей мечты, воплощенной в реальность. Ты работаешь или не работаешь? У тебя есть бизнес? Может быть, у тебя нет бизнеса? Ты, может быть, чем-то занимаешься? Каким-то хобби? Что ты делаешь? Как ты проводишь свое время? Возвращаемся. Как там было? Классно? Поаплодируйте себе. Итак, твоя мечта. В целом ты заглянул. Проблема в том, что ты бы видел черный экран, когда тебе нечего представлять. Есть такие. Или другие, которые не знают, что представить. Вторая, третья, четвертая, пятая. Картинки сменяются, и ты не знаешь, что выбрать. Как мой сын в магазине игрушек. Но кто-то точно знает, чего он хочет. И там лежит твоя мечта. Это гора, Эверест. Я был в базовом лагере Эвереста на высоте 5550 метров. Это удивительное состояние, когда ты идешь и видишь, что гора все ближе. Это уникальный тренинг понимания, как достигается цель. Ты видишь где-то гору далеко, потом ты подходишь к ней ближе и ближе и ближе, и вот она рядом. Так и цель. Очень просто перевести в действие. Ты поставил цель, ты оказался в нужном месте, ты начал делать шаги, маленькие шаги. Каждый день мы прибавляли всего лишь по 500 метров высоты, потому что ты идешь километр наверх, потом спускаешься на 500 метров высоты, не расстояние. А потом снова прибираешь еще немного, и получается, ты и растешь немногими, небольшими шагами. Но ты доходишь до вершины горы, и это самое важное. Еще есть одна классная система, позволяющая тебе примерить свое будущее. Девочки, знаете, что такое примерочное? Когда вы берете красивую вещь, заходите туда и смотрите, как она на вас. Примеряй свою мечту, примеряй свою цель, потому что ты чувствуешь, что если она у тебя есть, то ты уже не можешь ее не делать. Теперь у меня к тебе вопрос. Если ты понимаешь свою мечту, если ты понимаешь свои ценности, ну или, по крайней мере, ты сделал шаг к ним, то какую бы ты себе цель поставил, возможно, тебе трудно поставить одну. Есть четыре наиболее мощных направления, в которых можно ставить цели. Деньги, отношения, здоровье и развитие. Совокупно поставленные четыре цели в этих направлениях дадут тебе одну большую. Одну большую цель, которая будет брать оттуда кусочки. И это, знаете, твоя большая личная цель. Твоя большая личная цель позволит тебе понять и принять решение, что цель есть. Что она у тебя точно есть. Определи свой основной фокус влияния. Внимание. Где внимание, там и энергия. Ты выбрал здоровье, развитие, деньги, отношения. Приоритеты этих целей могут меняться. Но цель у тебя, позволяющая тебе каждый день вставать и идти на работу, зачем то. Если ты просто скажешь, что кормить семью, можно кормить семью разными способами. Ты должен точно понимать, зачем ты занимаешься этой деятельностью. Почему ты делаешь то, что ты делаешь. Но ты должен точно знать, что в достижении своей мечты ты можешь рассчитывать только на себя. И на тех единомышленников, которые могут быть рядом с тобой. Тебе придется вкладывать энергию. Невозможно повесить картинку цели и лежать на диване в этой жизни. Это знаете, как интересный вопрос. Подошла девочка и спросила у великого музыканта, если я буду заниматься пианино один час в день, смогу ли я стать такой, как вы? Он говорит, да, если бы у тебя было 10 жизней. Если ты хочешь добиться каких-то результатов, это прописные истины, придется много работать. Нужно настроить свой фокус на цель. Про цель мы сегодня будем говорить, но ты сам принимаешь решение, на чем фокусироваться. Цель, которая тебе позволяет понимать, что тебе важно. Ты достаешь свои ценности и задаешь себе простой вопрос. У меня есть ценности. Если я достигну эту цель, то что будет со мной? Буду я больше счастлив или меньше? Буду я больше здоров или меньше? Буду я больше видеть своих родных или меньше? Буду ли я удовлетворен своей жизнью больше или меньше? Это простые вопросы, которые тебе нужно ответить, прежде чем достигать на цели. Но, если ты не ответишь на них, то ты можешь достигать чужой фокус. Кто-то тебе сказал, что это важно. И твои опоры пошатнулись в какой-то момент. Твои ценности не включились, и ты поверил, что чужая цель важна. И ты можешь быть как та собака на поводке, достигая чьи-то ценности. Нет, твои, а чужие. Прожить жизнь, достигая чужих целей, не самое ли большое разочарование? Деньги. Очень важная тема. Мы сегодня говорили, мы в первый раз, когда встречались с вашими руководителями, мы тоже обсуждали эту тему. Как сказал Хабиб, деньги в руках нормального человека, это прекрасно. Но зарабатывание денег дает тебе еще одну возможность. Ты, получается, можешь приносить пользу другим людям. Ты можешь помогать. Зарабатывая деньги, ты можешь помогать другим, тем, кто не может. И это тоже классная цель. И чем больше ты помогаешь, тем больше ты зарабатываешь. Зарабатывая деньги, ты получаешь возможность покупать чужое время. Это значит, что ты удвиняешь свою жизнь. Тебе не нужно ездить за рулем. Тебе не нужно готовить еду или убирать свою квартиру. Ты покупаешь другое время. Вопрос, на что ты это время тратишь? Самое главное – понять, что ты хочешь сделать в жизни. Помните, опять же, то видео Хабиба, он говорит, за что я буду отвечать перед Богом. Не то, что победил я Конора или не победил. Я буду отвечать за то, что для меня самое главное. Давайте сделаем глубокий вдох. Выдохнем. И каждый подумает еще раз про свою цель. Теперь, что же для него все-таки важно? Почему так важно, чтобы ты сегодня провел это время среди всех своих единомышленников? У вас удивительная компания. Наверное, другой такой – нет. И вы удивительные люди, потому что вы и создаете эту компанию своими руками. То, какая она будет завтра, зависит от того, что вы сделаете сегодня. И есть очень много разных примеров, позволяющих нам посмотреть, а какие могут быть результаты, какие могут быть идеи, что конкретно я могу вложить в эту компанию, чем я могу стать лучше, каких людей я могу привлечь, какую команду я могу создать. Если у меня сегодня 10 человек в моей команде, я лидер, то что мне сделать, чтобы у меня их было 100? Если я пока просто риэлтор, как мне стать лидером и набрать свою первую команду 5 человек? Когда я это сделаю? Есть очень классный инструмент. Называется обещание. Я хочу, чтобы в конце нашей встречи ты пообещал себе решить какой-то важный вопрос. Как понять, что вопрос важен? Тот вопрос, о котором ты думаешь чаще всего. То, о чем ты размышляешь. То, что поглощает твое время. То, что забирает твою энергию, пока ты ее не решишь. Самый простой способ вовлечь другого – это начать с себя. Если у тебя нет энергии, ничего не получится. Если у тебя нет сил достигать результатов, тоже ничего не получится. Твоя главная задача – научиться брать энергию, научиться вовлеченности, научиться делать так, чтобы тебе было в этой жизни интересно. Ну что, давайте попробуем маленькое упражнение про вовлеченность. Мы расселись с разными пустотами, ничего страшного, прекрасно, всех устраивает. Я вас попрошу теперь встать, как ты хочешь встать. Не так, как я тебя просил, а просто встань, как ты хочешь встать. Устали? Почему никто не сказал, вау, как классно? Ладно, не это цель нашего упражнения. У тебя сейчас есть задача. Посмотри и найди глазами любого человека. Просто паруй себе. Сзади, сбоку. Просто сформируй себе пару. Повернись глазами кому-нибудь. Твоя задача сейчас – поздороваться с этим человеком так, как будто тебе вообще не хочется с ним здороваться. Как будто это самое тупое упражнение, которое я тебе давал. Как будто у тебя вообще на это нет времени, и тебе этот человек абсолютно безразличен. Как только ты поздороваешься с одним, продолжи это делать с другим. Твоя задача – проявить неуважение минимум к четырем людям. Готовы? Поехали. Окей, возвращаемся. Не садимся. И так сейчас ты сделал так, что тебе человеку не хотелось с ним здороваться, но тебе пришлось. Роман попросил. Я понимаю, каково это чувствовать, когда с тобой так здороваются. Что было в твоих глазах? Ничего. Что выражало твое тело? Нежелание. Руки в карманах. Что выражало вообще? Твоя энергия. Ее не было. Давайте попробуем по-другому. Представь, что ты давно не видел этого человека. И ты по нему соскучился. Он не самый близкий тебе человек, но тебе с ним интересно. И ты хочешь показать ему, что ты ему рад. Поехали. Четыре человека, о котором ты рад. 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 Отлично. А теперь четыре человека, твоих любимых, твоих людей, которых ты самых, просто вот самые важные для тебя люди. Четыре человека, покажи им, что они самые важные для тебя. Спасибо, садимся. Садимся. Если ты чувствуешь, что ты вовлечен, то ты можешь вовлечь других. Согласны? Если в тебе нет энергии, в тебе нет ничего. Твоя цель ведет тебя в будущее. И сегодня ты для себя решишь, какой ты. Несмотря на кризис, несмотря на повышение ставок, ты поймешь свои ценности, ты сформируешь свою цель, и ты поймешь, какой ты. Но будущее не определено. Ты делаешь его сам. Будущее – это пространство, где нет правил. Возможно, тебе будет страшно. Это как новая планета, которую тебе нужно обследовать. Выйдя из этого зала, ты получаешь абсолютно новое будущее. Новое будущее, которое строишь ты сам. Давайте посмотрим, а какими технологиями я могу воспользоваться, чтобы простроить это будущее. Будущее не произойдет само по себе. Для достижения придется приложить усилия. И мы это знаем, потому что без энергии ничего не получится. Но я задам тебе вопрос. Подумай сейчас и ответь на него. Есть просто результат, который бы ты получил до нашей встречи, и если бы нашей встречи вообще не состоялось. Но я хочу, чтобы у тебя появился экстраординарный результат. Результат, который бы не получился с тобой, если бы нашей встречи не было. Я хочу, чтобы твой экстраординарный результат основывался на твоих ценностях. Я хочу, чтобы ты бился за свои ценности, чтобы ты понимал, зачем ты идешь на работу каждый день. Я хочу, чтобы ты поставил себе цель и шел к ней. Но как понять, что есть цель? Мы с вами выяснили, что это должно быть эмоционально, напряженно, что ты должен делать так, что ты не можешь не делать, и там должна быть доля риска. Такая ли цель сегодня у тебя? И когда цель станет целью? А есть ли у меня эта цель? И ты должен внутри себе сказать, да или нет. Мой проект развития. У тебя есть все. Все ресурсы, все возможности, и ты под крылом очень сильной компании. Ты можешь достигнуть любых целей. Просто что ты хочешь. И представьте, что здесь мы бы с вами встретились через год, и все ваши цели бы сбылись. Как бы вы себя чувствовали? Покажите. Подышите. Скажите, как бы вы себя чувствовали? Никак. На этом тренинг окончен. Я пошел. Итак, год прошел. Ты получил, что ты хотел. Как ты себя будешь чувствовать? Дать еще одну попытку? Как ты будешь себя чувствовать из твоей цели совершаться? Другое дело. Тогда как мне развить себя? Тебе нужно выбрать своего героя. Это тебе поможет. У тебя в любом случае есть твой герой. Есть какой-то персонаж из литературы. Есть какой-то человек. Может быть, ты сам чувствуешь себя супергероем, когда тебе нужно сделать что-то особенное. Может быть, ты себя представляешь кем-то. Выбери себе героя. Это первое. Расскажи о своем герое, почему ты его выбрал. Когда ты придешь домой, скажи, слушай, я сегодня был на такой интересной лекции, мне сказали, выбрай героя. Я всю жизнь чувствовал, что для меня важен этот человек. Пусть это сказочный персонаж. Пусть это будет вымышленный герой. Может быть, человек, которого давно уже нет. Но он для меня важен по моим ценностям. И ты сам себе рассказал своим близким. Ты можешь подумать о том, как тебе себя вести. То есть, как бы вел себя герой. И когда ты не будешь знать, что тебе нужно делать, ты можешь спросить своего героя, что бы ты сделал. Это не шизофрения. В тебе и так живет порядка двадцати субличностей. Сколько у тебя уже? Десять приходят первые на ум. Есть те, которые мы всем не говорим. Есть те, которые мы никому вообще не говорим. Но они есть. И ты пытаешься их как-то увязать между собой. Добавь еще героя, какие проблемы. Одним героем больше, другим меньше. Но у тебя есть возможность. У тебя появилась ролевая модель. Ценностная ролевая модель, с которой легко связываться. И это для тебя будет время первых. Вы первые. Вы номер один в России. Аплодисменты, да? Мне бы хотелось, что ты точно знал, что выйдя отсюда, ты не будешь знать, правильная дорога или нет. Вообще никто не знает. Будущее не определено. Если ты взглянешь пять лет назад, и где ты сейчас оказался, мы прошли огромный путь. Да что там пять лет? Первого и двадцать третьего февраля прошлого года мы жили по-другому. Мы не знаем, что произойдет. Эпоха черных лебедей продолжается. Но я хочу, чтобы ты был готов к тому, что твоя цель может быть реализована. И тебе для этого придется приложить усилия. Давай поставим самый простой способ. Двадцать четвертый год. Сам себе ответь, что ты хочешь. Четыре направления. Простые. Здоровье. Каким ты хочешь быть в состоянии своего здоровья? Второе. Какие твои цели в отношениях? Что бы ты хотел изменить, улучшить? Как ты можешь помочь тому человеку, который рядом с тобой? Что бы ты хотел сделать в отношении своего развития? Что ты хочешь узнать? Научиться? Сегодня мы говорим о том, что образование стало длиною в жизнь. Оно непрерывно. Long life learning. Постоянное самообразование. Что ты хочешь в отношении своей духовности? Каким ты хочешь быть человеком? Подумай об этом. Это твои цели на год. И через год, когда мы встретимся в этом зале, ты произнесешь тот самый звук, который ты хотел произнести. Возможно, кто-то даже не придет сюда. И это тоже нормально. Но важно, чтобы ты понял и помнил, что твои цели достигаются на основе ценностей. Есть ли какие-то примеры, которые показывают нам, что можно верить в цель, можно опираться на ценности и получить результат. Да, есть. Очень много. Я тебе приготовил еще один пример о том, как можно достичь цели, опираясь на ценности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!